Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зер Абрахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Сегодня мы начнем с теста, духовного теста, для того, чтобы увидеть, в каком положении вы перед Богом. Вы приближаетесь к Нему или движетесь в неверном направлении? И вот единственный вопрос этого теста. В чем вы заинтересованы более? В чудесах и знамениях или в истине Божьей? Если вы тот, кто ищет сверхъестественного, чудес и знамений, поймите следующее. Вы в очень опасной позиции. Потому что, когда вы гоняетесь за чудесами и знамениями, поймите, враг обманет вас. Он легко уведет вас от того, где Бог желает, чтобы вы были. Враг будет побуждать вас совершать то, что находится в конфликте с тем, что является самым лучшим для вас духовно, с вашим призванием от Бога. То есть с тем, что вам следует делать. Так позвольте мне спросить вас снова, что интересует вас более всего? Видите ли, сегодня, когда я смотрю телевидение, христианское телевидение, когда просматриваю самые популярные книги и так далее, я вижу, что слишком часто акцент делается на сверхъестественном. Когда библейски, вести и направлять нас должна истина. Конечно, когда мы будем ходить в истине, Бог будет действовать. Наш Бог есть Бог, творящий чудеса. Он в самом деле делает чудеса и знамения. Но искать нам следует истин. Небесное откровение. Что ж, возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 16 главу. Евангелие от Матфея, 16 глава. В этом месте Писания мы увидим, что у нашего Мессии, Господа Иешуа, Иисуса Христа, будет еще одна встреча с лидерами из Иерусалима, с фарисеями и саддукеями. Поймите следующее. Эти две группы были очень разными. Что касается богословия, у них были очень серьезные разногласия друг с другом. Так как они могли служить в Синедрионе, в этом правящем совете? У них было одно общее. И вот что. Они хотели власти. Они хотели богатства. Они делали выбор поставить на первое место вещи мира вместо вещей Божьих. Посмотрите со мной первый стих. «И приступили фарисеи и саддукеи». И это слово означает «прийти вперед», «прийти к чему-то». Мы также видим, почему они пришли, и контекст такой. Они пришли к Ешуа. А для чего? Тут просто сказано. «Проверяя, искушая». Они проверяли его, но не с целью научиться. Они хотели положить перед ним камень преткновения. Они хотели испытать его с целью побудить споткнуться. Они не были заинтересованы в истине. Они хотели увидеть еще одно чудо. Ешуа, как мы изучали, делал чудо за чудом. Так что они пришли, желая проверить его, и попросили показать им знамение с неба. И опять-таки, мы снова и снова видим, что он делал чудеса и знамения. Он совершал чудо за чудом. И чтобы правильно это понять, нам надо обратить внимание на контекст, на то, что дано, чтобы помочь нам правильно понять послание текста. В следующем месте Писания мы увидим, и это продолжение. Мы увидим, что был акцент на двух конкретных чудесах, которые сделал Ешуа. Они были разными, но похожими в сверхъестественном результате. И о чем я говорю? О кормлении пяти тысяч и о кормлении четырех тысяч. Иначе говоря, люди получили хлеб, еду бесплатно. Они получили ее сверхъестественно. И это привлекло внимание фарисеев и книжников. Им нравилось получать, ничего не делая. И потому они пришли, ища, как говорит Писание, чтобы Ешуа показал им знамение с неба. Тут написано, чтобы показал, но в контексте имеется в виду, чтобы он показал им персонально. Они хотели, чтобы знамение получили только они. Посмотрите второй стих. Но, опять-таки, этот союз показывает контраст. Но в контраст тому, чего они хотели, фарисеи и саддукеи. Мы читаем, но он ответил и сказал им, вечером, вы говорите, будет хорошая погода, потому что небо, то есть физическое небо, потому что небо красное. Но также в утреннее время. Что они говорят? Они говорят, сегодня будет буря. Почему? Потому что небо багрово и мрачно. Так что они могли, глядя на небо, понимать значение того, что они видели. И обратите внимание на следующее слово. Все еще в третьем стихе, в самых лучших греческих манускриптах, есть это слово, лицемеры. Но если у вас Библия в английском переводе, и в ней этого слова нет, то это потому, что ваш перевод следует тому, что называется греческими текстами Нестле Аланда. И мы знаем, что со временем какие-то вещи выпадают. Но также нам известно на основании оригиналов, что в других случаях Яшуа часто использовал слово «лицемеры». Я хочу подчеркнуть это. Часто, когда он обращался к фарисеям, саддукеям и книжникам, он говорил, как мы видели и еще видим, лицемеры. Почему? Что ж, контекст очень ясен. Он говорит, когда вы смотрите на земные вещи, такие как погода, вещи этого мира, то вы знаете, как различать их. У вас есть понимание на основании прошлого опыта. Но когда доходит до духовных вещей, продолжаем читать, и во второй части третьего стиха говорится «лицемеры». Лицо, то есть вид неба, вы различать умеете. Но в контраст этому о знамении времен, и здесь мы говорим о пророческих временах, речь идет о способности видеть определенные вещи на основании Божьего пророческого календаря. Ешуа говорит, «Вы не можете». И почему так? Почему у них эта неспособность, при том, что они умны и образумны? Они способны различать вещи этого мира, но не пророческие индикаторы. Почему так? Обратите внимание на то, что он говорит в четвертом стихе. «Поколение злое и прелюбодейное». Глядя в это время, он видит поколение, то есть людей. Он видит, что они злые и прелюбодейные. Злые не заинтересованы в вещах Божьих. Прелюбодейные занимаются духовностью не того происхождения. «Поколение». И вот, глядя на мир сегодня, я могу сказать то же самое. Мы живем в то время, когда культура становится наполненной злом. Между прочим, слово, переведенное здесь как «злой», «пронера». Отсюда произошло слово «порнография». И речь идет о половой безнравственности. В этом мире мы видим все большее санкционирование и приобщение к тому, что является безнравственным в половой сфере. Это то, что вне параметров, установленных Словом Божьим. И это интересно, потому что если вы сегодня станете за нравственность в половой сфере и будете говорить против того, что находится в конфликте со Словом Божьим, к примеру, против прелюбодеяния, которое упомянул Иешуа, против блуда и чего еще? Гомосексуализм. Если вы сегодня открыто скажете против гомосексуализма, на вас навесят ярлы. Если вы часть группы, которая занимает эту позицию, то вы с точки зрения мира группа ненавистников. Ну, так и что? Не позволяйте тому, что мир навешивает на вас, оказывать на вас влияние. Стойте за истину. Не заботьтесь о том, каким видят вас другие. Помните, вот что. Одно из моих любимых имен это имя Даниил. Имя Даниил означает «Бог мой судья». Помните это всегда. Вы никому не обязаны давать отчет, потому что не они в конечном итоге будут судить вас. Судья один. Бог. Мессия Ешуа. А потому следуйте его стандартам, а не стандартам, как сказал Мессия, злого и прелюбодейного поколения. Это поколение, заметьте, что тут сказано, ищет знамение. Сейчас я немного отойду от темы и скажу нечто, по моему мнению, очень важное. К сожалению, сегодня мы видим, как многие из людей Божьих впадают в сексуальную безнравственность. Я заметил, что часто бывает следующее. Среди них имеет место постоянный акцент на чудеса и знамения, на сверхъестественное, а не на истину Божью. Видите ли, если вы будете делать акцент на сверхъестественном, что я сказал вначале, «вы будете обмануты». Вы придете к тому, что против Бога, и именно это и происходит. Вот почему так важно прилипляться к истине. Итак, злое и прелюбодейное поколение ищет знамение. Но Мессия говорит, «И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». А что это за знамение? Что ж, мы говорили об этом. Знамение Ионы — это воскресенье. Видите ли, Библия говорит во второй главе книги Ионы в самом начале. Там сказано, что Иона сходил вниз, вниз, пока не достиг. И вот ключевой момент. Слово, использованное в еврейском тексте, это слово «шеол». «Шеол» — это местонахождение мертвых. Иона умер, находясь в чреве рыбы три дня и три ночи. Он умер. Но он воскрес из мертвых. Вот почему Мессия говорит этим фарисеям и саддукеям, «Никаких знамений не дастся вам, кроме знамений Ионы». О чем он говорил? О своем воскресении. После этого учения обратите внимание на конец четвертого стиха. Если мы переведем буквально, именно это я и делаю, тут сказано нечто неудобочитаемое. Настолько неудобочитаемое, что английские переводчики просто игнорируют сказанное. Я переведу буквально. И вы увидите, почему это приводит в замешательство. Но когда Писание делает так, в этом есть цель, есть мудрость, есть откровение в этом. В конце четвертого стиха сказано, и это причастие стоит в Ааресте. в пассивном залоге, то есть, извините, в прошедшем времени. И вот, что это значит. И оставив их, он отошел. Это как бы не имеет смысла. Но если что-то не имеет смысла, в этом есть значение. Цель подчеркнуть его абсолютное отшествие от них. Он не хотел иметь с ними ничего общего, потому что они искренне говорили, что искали знамений, а не откровения. Истина их не интересовала. Если вас не интересует Божья истина, а где мы находим ее? Вот здесь, в Слове Божьем, в Писании. Часто я вижу, как люди учат, и на что же они ссылаются? На то, что кто-то сказал, на то, что сказано в какой-то книге, на то, что они видели, или на какое-то свидетельство. А нам надо быть с людьми, которые основывают, утверждают все на Слове Божьем. Если мы не хотим сбиться с пути, если не хотим быть слабыми духовно, а что происходит, когда мы слабы духовно? Приходит враг, искушает нас, и что дальше? Мы притыкаемся и падаем. И тогда у нас ненадлежащее, постыдное свидетельство вместо свидетельства угодного Богу. Итак, он отходит. Оставив их, он ушел, подчеркивая, что не хочет иметь с ними ничего общего. Теперь посмотрите пятый стих. «Переправившись на другую сторону, ученики его, они отправились в путь, и заметьте, что здесь сказано. Они забыли взять хлебу». Иначе говоря, у них не было никакой еды. Они думали о чем? О еде. И слово здесь в самом деле означает хлеб. Речь идет о хлебах. Помните контекст? Кормление пяти тысяч, кормление четырех тысяч. Они думали о том факте, что у них нет еды. но в шестом стихе Иешуа сказал им «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Он упоминает закваску, и мы увидим, что ученики не поняли того, что говорил Иешуа. Вот что он делал, используя термин «закваска». И это то же самое, что и дрожжи. Мы все немного знаем о дрожжах и видели это слово в Писании. Они действуют во всем объеме текста, и хотя в начале действия не видно, затем дрожжи охватывают все. Такое происходит и тогда, когда у вас неправильное учение, когда мы не следуем истине Божьей. Понимаете, враг, и я говорю об антихристе, одна из моих любимых книг в Библии это книга «Откровения». Читая эту книгу, мы видим, что лжепророк, мы видим, что антихрист, что он делает? Знамения, великие знамения. Небесные знамения, что значит, что он сводит огонь с небес? И что происходит? Те, кто принадлежат этому миру, те, кто посвящены этому миру, те, кто мотивируемы чудесами и знамениями, они будут уведены антихристом от истины. Поэтому Мессия предупреждает своих учеников. Он говорит «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и садукейской». Они услышали, что он говорит о закваске, о дрожжах и опять подумали о хлебе, о земном. Они же помышляли себе и говорили «это значит, что хлебов мы не взяли. Мы не взяли хлеб». Вот почему он и сказал о закваске. Вовсе нет. Мессия предупреждает их, и вот проблема. Они думают о земном, о вещах этого мира. Они думают не о своем сердце, но о своем желудке. Их заботит следующее «мы не взяли хлеб». они не понимали, что Мессия не зависит от земного. Он может взять и сотворить. Такова его природа. Он способен восполнить нужды, все физические нужды. Нам незачем беспокоиться об этом, но ученики беспокоились, у них не было надлежащего фокуса. и вам надо спрашивать себя, и мне надо постоянно спрашивать себя, правильный ли у меня фокус? Делаю ли я акцент на вещах, важных для Бога? Они рассуждали между собой, хлебов мы не взяли. Посмотрите восьмой стих. Но опять-таки, в контраст их мыслям, но Иешуа Иисус зная. Подразумевается, что Он знал в полной мере. Он знал все, и это не стало сюрпризом для Него. Иешуа, зная, сказал им, это вы рассуждаете между собой, и заметьте, что Он говорит им. Он использует два слова. Одно слово «мало» или «немного», и другое слово означает «веру». Во множественном числе. Так что Он говорит, что рассуждаете в себе маловерные, что хлебов не взяли. Вы думаете, что в этом проблема? Разве вы не понимаете? Буквально. Еще ли не понимаете или и не помните? А что Он хочет, чтобы они помнили? Чудеса, которые сделал Иешуа? Вспомните, что сказано в Евангелии от Иоанна. Там сказано, что если бы все чудеса, все знамения, что сделал Иешуа за эти три с половиной года, если все их записать, то книг было бы настолько много, что и весь мир не смог бы вместить их. Он сделал много чудес. А что надо делать нам? Понимать эти чудеса, помнить, что Он делал, и применять истину, истину этих чудес к нашей жизни. Итак, Он говорит, еще ли не понимаете и не помните? И заметьте, что Он говорит, о пяти хлебах на пять тысяч. И дальше Он спрашивает, и сколько корзин вы набрали? И дальше говорит, не о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько больших корзин вы набрали? И давайте мы поговорим об этом, потому что мы узнали что-то. Когда Он накормил пять тысяч, сколько набралось корзин оставшейся еды? Ответ двенадцать. Затем семью хлебами Он накормил четыре тысячи человек и сколько набрали корзин? Ответ семь. Итак, рассматривая, сколько набралось корзин, мы видим числа двенадцать и семь. Двенадцать народ Божий. Израиль. А число семь связано со святостью или целью Бога. Вот что Он говорит «Перестаньте так заботиться о вещах этого мира, что вам есть, во что одеться, где вам жить». Все это земные вещи. Он говорит «Это язычники». И когда Он говорит «язычники», вы знаете, кого Он имеет в виду? Тех, у кого нет завета с Богом. Одно из новозаветных определений язычника это тот, кто не имеет отношений завета с Богом. А когда у вас нет отношений завета с Богом, вы знаете, в чем вы будете, в чем вы не будете заинтересованы? Позвольте задать вам вопрос. Что такое завет? Это соглашение, в котором есть обетование, обетование Божье. Поэтому если вы человек, имеющий завет с Богом, то вы будете думать о Божьих обетованиях. А обетования Божьи связаны с волей Божьей. Так что вы будете посвящены воле Божьей в своем стремлении к обетованиям Божьим. И вот что он говорит здесь, числа 12 и 7. Израилю следует думать о цели. Святость связана с целью, с Божьей целью. Израилю, народу Божьему, следует думать о цели Божьей, так позвольте мне спросить вас, будучи последователем Мессии, евреи вы или язычник, вы введены, как говорит Павел, в общество израильское. Вы принадлежите к людям Завета Божьего. Бог Бог в своем провидении, в своей любви и милости взял это послание о спасении и послал его всем народам, всем людям, всем племенам, всем языкам, то есть всем. Писание говорит, что у Бога нет лицеприятия. Он любит всех. У него нет фаворитов. Он дал это евангельское послание всем людям, чтобы нам быть частью семьи Божьей и быть посвященными целям Бога. И позвольте мне заверить вас в следующем. Если ваша жизнь не посвящена целям Божьим, если вы своей жизнью не стремитесь к вещам, важным для Бога, что ж, вы можете иметь богатство, вы можете иметь состояние и славу, вы можете иметь в какой-то степени мирское удовлетворение, но я уверяю вас в том, что когда придет день суда, вы будете совершенно полностью не готовы к нему. И вот истина. Ваша жизнь коротка. Писание говорит, что она как пар. Если вы проживете даже 80, 90, 100, до 120 лет, то что это по сравнению с вечностью. Так что не делайте акцент на 30, 40, 50 годах взрослой жизни или еще сколько-то, но делайте акцент на вечности, и вы демонстрируете свою посвященность вечности, когда вы посвящены целям Божьим. Посмотрите снова. Он говорит им, сколько вы набрали. 11 стих. Он говорит, «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Он говорит, «Когда я сказал это, я говорил не о хлебе, не о еде. Я предупреждал вас о неправильном образе мышления. фарисеи и саддукеи, поскольку они были посвящены вещам этого мира, они облекали их в духовность, религиозность, но их сердце, их мотивация, понимаете, вместо того, чтобы придя благословить Иешуа, что они сделали? Они пришли испытывать Его. И помните, что это значит? Испытывать с целью положить камень преткновения, чтобы человек упал. Многие истолковывают это как использование силы Божьей в угоду людям. Нет, мы используем силу обеспечения Божьей для угождения Богу. А зачастую это означает благословлять людей. Что ж, будем завершать. Посмотрите наш последний на сегодня 12 стих. вопросом. Тогда они поняли, что он говорил имбирисся не закваски хлебной, но, и вот ключевой момент, доктрины учения фарисейского и саддукейского. И позвольте мне закончить это занятие последним на сегодня вопросом. На какой доктрине основываете свою жизнь вы? Столь многие люди 2000 лет назад следовали за фарисеями и саддукиями, а не за тем, кто говорил истину Божью. Стройте свою жизнь на правильной доктрине. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.